Роскомнадзор обвинил Твиттер в злостном нарушении российского законодательства. Могут ли в таком случае россияне потерять Твиттер, разбирался наш корреспондент. Как сообщил Роскомнадзор, с 2017 года Твиттер не удалил 2862 материала с запрещенной информацией. Есть четкие вещи, которые делать нельзя. Это пропаганда расизма, фашизма, пропаганда наркотиков в нашей стране запрещена, педофилии. В общей сложности Роскомнадзор направил в администрацию соцсети порядка 28 тысяч требований об удалении запрещенного контента. Запретительные законы сталкиваются все больше с реальностями, которые не позволяют их реализовать, так как хочется желающему запретить. Для того, чтобы такого рода информационные потоки имели свой достойный противовес, нужно этот противовес создавать. Нужно наполнять информационное пространство на языке этих социальных сетей соответствующим контентом. Сложная многолетняя работа и сложный труд. Согласно статье 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, несоблюдение установленных правил и неудаление запрещенного контента влечет за собой штраф на владельца информационного ресурса в размере от 800 тысяч до 8 миллионов рублей. При повторном нарушении штраф может увеличиться до 20% от годовой выручки Твиттера. Российские пользователи опасаются, что соцсеть в дальнейшем могут заблокировать. Один раз попытались Роскомнадзор запретить Телеграм. Это закончилось тем, что есть три буквы такие VPN, и все через них сидят. Почти невозможно заблокировать сегодня что-то в глобальном масштабе. Я уж не говорю о том, что в Твиттере сегодня у нас сидит огромное количество чиновников, госструктур, тех же самых, они куда все денутся. Напомним, администрация соцсетей обязана самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию согласно вступившему в силу закону 1 февраля этого года. Диана Жленкова, Ленарда Валитьяров, Универньюс.